Всем привет! В конце января датская компания Lumigone объявила о выходе на российский рынок с моделью T3. Ценник на смартфон довольно неожиданный – 70 тысяч рублей за базовую версию. Сразу скажу, что с его характеристиками такая стоимость выглядит, мягко говоря, неразумной. Но давайте изучим сущность Lumigone T3. Каких-то выдающихся музыкальных качеств у телефона нет, но наличие аккуратно уложенных симпатичных наушников радует. Расцветок Lumigone T3 в общей сложности – 8, из которых 4 из драгоценных металлов. Нам достался самый простой вариант – обычный черный. Компания активно играет с разными материалами. Боковины выполнены из корабельной стали, она придает аппарату увесистости. Кнопки керамические, а верхний и нижний торец – пластиковые. Задняя часть, как и передняя, покрыта стеклом Gorilla Glass 4. Собрано это всё не идеально. Задняя панель немного прогибается и щёлкает. Область с камерами вставлена криво, клавиша Action Key хлябает, а кнопка Home стоит неровно. Впрочем, проблемы со сборкой не отменяют того, что телефон эффектно смотрится вживую. Экран по характеристикам и поведению совпадает с дисплеем Samsung Galaxy S3. Радует глубиной чёрного цвета, но не радует грязнотой белого и пентайлом, который тут заметен. Кнопка питания находится в неожиданном месте, наверху. И это плохо. Дело даже не в том, что до неё приходится тянуться, а в том, что она довольно тугая, остальные боковины скользкие. Смартфон проще протолкнуть вниз по ладони, чем заблокировать телефон. К счастью, её во многих случаях может заменить Action Key с правого торца, компанию которому составляет вогнутая качелька громкости и клавиши камеры. Action Key – это многофункциональная кнопка, к которой можно привязывать различные действия. Нельзя не отметить стереодинамики на двух торцах. В громкости и глубине звучания динамики серьёзно уступают стереодинамикам iPhone 7 Plus, их легко перекрыть, повернув телефон левым торцом к себе. А вот золоток для двух симок инженерам Lemigo надо выписать отдельную благодарность. Его можно открывать без иголок и прочих приспособлений, просто пальцами. И это невероятно удобно. Все элементы задней панели вынесены в отдельный блок, выступающий над поверхностью телефона. Там находятся инфракрасная и цветная камеры, сенсорная зона BackTouch и логотип. Панелька BackTouch позволяет делать прокрутку в любом приложении, а также снимать селфи при активированной фронтальной камере. Это не всегда хорошо работает и даже часто мешает, но иногда бывает удобно. Прошивка на первый взгляд кажется практически чистый Android, просто почему-то чёрно-белый. Но отличий немало. Можно скрывать меню приложений, свайп вниз, открывать шторку, есть автоповорот на рабочем столе, можно показывать поиски вверху рабочего стола, а можно и не показывать. То есть возможностей для кастомизации много. А вот коллекции обоев от Lemigo вы не дождётесь. Только чёрный фон и всё. Свою картинку, конечно, можно поставить. Но фишки ПО это не только про украшательство, но и про функциональность. В Lemigong T3 есть гибко настраиваемый режим энергосбережения, множество различных возможностей жестового управления, а в настройках для разработчиков можно включить многооконный режим. Ещё есть отключаемый самый левый рабочий стол, на котором отображается время, погода, иконки часто используемых приложений и какой-то один сайт, какой выберете. Выглядит это довольно странно. В Lemigong T3 три камеры. Основная, фронтальная и инфракрасная. Основная очень далека от того, что обычно демонстрируют флагманы. При хорошем освещении вы наверняка получите классный снимок, хотя и это не гарантировано, а вот при плохом от этого модуля решительно ничего не добьёшься. Портится цветопередача, да и просто освещенность кадров очень низкая. Часто случаются смазы и фокус промахивается. Видео пишется в 4К с непонятными полосами и неплохим звуком. Есть неторопливый постоянный автофокус. Вечером частота кадров сокращается вдвое. Пример видео на Lemigong T3 разрешение 4К. Очень медленный. Раз, два, три. Где-то 2,5-3 секунды. Зум цифровой. Четырёх раз. Поначалу казалось, что фронтальная камера ничем не примечательна. Однако выяснилось, что она обеспечивает художественный эффект виньетирования. Правда, компания об этом, наверное, не догадывается. Виньетка с одного края является результатом криво вставленной фронталки. Вспышка не бутафорская, можно фотографировать себя в полной темноте. Наконец, инфракрасная камера или камера ночного видения. Она действительно работает. Вы можете ходить в полной темноте и видеть любые предметы на экране телефона на расстоянии до 1,5-2 метров. Модуль имеет невысокое разрешение и очень странные алгоритмы обработки снимков. Так что говорить о высоком качестве не приходится. Впрочем, уникальным является уже сам факт наличия у владельца такой возможности. С другой стороны, представить себе сценарий, при котором будет нужна именно камера ночного видения, а просто видеокамера с подсветкой не подойдет, довольно трудно. Ну разве что делать криповатые фотки друг друга со светящимися глазами. Это да, это получится. Железо Lumion T3 трудно назвать соответствующим его цене и даже в сочетании с HD-экраном оно демонстрирует невзрачные результаты. Не самая сильная и свежая начинка с лагами запускает Dead Trigger 2, Мир Танков и Асфальт 8, причем в асфальте урезана графика. Даже в Hungry Shark World тормоза. Если мне не изменяет память, Helio X10 из Full HD нормально игрушки тянул, следовательно, у T3 плохая оптимизация. У смартфона и ситуация с нагревом довольно странная. Он греется буквально просто так, стоит им начать хоть как-то пользоваться, даже просто листать меню. Но при этом сильно разогреть его нельзя, дискомфортных ощущений нет и во многом это заслуга троттлинга. Он тут есть и он весьма заметен. Падение результатов в GFX Bench составило примерно 20%, что существенно отражается на игровом процессе. Самое слабое место Lumion T3 – аккумулятор. Компания предусмотрительно не указывает в официальных характеристиках его емкость, значение, конечно, очень смешное и даже экран на органических светодиодах тут не спасает. При просмотре видео разряд за час составляет 15%, то есть смартфона не хватит и на 7 часов в таком режиме. Для AMOLED это слабо, для IPS – нормально. В Asphalt Extreme за такой же промежуток времени он теряет 30%, то есть стоит рассчитывать где-то на 3 часа гейминга. В реальности смартфон гарантированно разряжается за утро, день, вечер, а при активном использовании его можно посадить намного быстрее. Компания Lumion создала очень странное устройство. Экран от флагмана Samsung, 5-летней давности, позапрошлогодний топовый Mediatek, средненькая 13-мегапиксельная камера и аккумулятор откровенно смешной емкости. Это совсем не то, что ждешь от смартфона за 70 тысяч рублей. Но давайте не смотреть на цифры. Аппарат круто выглядит, у него много интересных программных и аппаратных фишек, да и возможность выделиться из толпы тоже дорогого стоит. Lumion T3 невозможно рекомендовать, но если вы готовы потратить деньги на что-то необычное, почти уникальное, то с ролью такой эмоциональной, нерациональной покупки этот датчанин справится идеально. Но покупать его, наверное, все-таки не стоит. Спасибо за внимание, с вами был Евгений, мой был Telephone.ru. Жмите лайк, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!